Прививать духовно-нравственные традиции у общества в Новосибирске подписали соглашение о межрелигиозном сотрудничестве. Мероприятие прошло при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Какие задачи ставят участники соглашения в нашем сюжете? За круглым столом собрались представители православной церкви, старообрядческой церкви, буддисты, раввины, муфти Новосибирской области и члены других религиозных организаций. В центре обсуждения единство – духовное и нравственное. Совет глав создали в 2015 году. Коллегиально решают самые разные вопросы. Сегодня подписали соглашение о межрелигиозном сотрудничестве. У нас никогда не было никаких межрелигиозных, межнациональных столкновений. Мы научились работать вместе. Новосибирску на этом известие, что мы работаем вместе, мы строим город Новосибирск, мы строим свою жизнь, мы видим будущее свое в этом сотрудничестве, во взаимопонимании. В рамках соглашения представители разных религий народов России будут вместе работать над гармонизацией межнациональных отношений, укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, противодействовать экстремизму. Как никогда важно слово глубоко верующих людей, тех людей, которые отлично осознают, что есть истинная правда, что есть ложь, что есть нравственность, а что есть грязь. Вот об этом и идет разговор, о том, что мы главы традиционных духовных культур, можем вместе свидетельствовать о тех духовно-нравственных традициях, которые, можно сказать, лежат в основе нашей страны. Религиозные организации города и области объединят усилия, будут вместе организовывать межконфессиональные выставки, форумы, конференции и другие мероприятия. Екатерина Новгородцева, Андрей Руднев, Новости ОТС.